С самого раннего детства Надя была девочкой творческой и увлекающейся. Любила фантазировать, рисовать, делать поделки и вообще, как часто говорили ее сверстники, жила в своем каком-то вымышленном идеальном мире. Поэтому, когда в старшем школьном возрасте перед ней встал вопрос выбора профессии, Надя совершенно не могла определиться, куда ей идти учиться, ни к чему душа не лежала. Бывает же, что так повезет и уже с младых ногтей человек себя мнит великим врачом или педагогом или на худой конец продавцом мороженого. Вот, например, лучшая подруга Нади, Светка, мечтала стать экономистом. У нее в жизни все всегда было по полочкам и все просчитано наперед. Поэтому такая профессия ей и впрямь очень подходила. А Надя так до конца школы и не сумела нащупать в себе никакие таланты. Поэтому поступила в то учебное заведение, которое было близко к дому и выбрала специальность, на которую конкурс был меньше других – технолог пищевого производства. По принципу устерпится-слюбится. Да и кулинарить ей в принципе нравилось. Тогда еще юная особа полагала, что в процессе обучения, а потом работы, как-нибудь да полюбит свою специальность. Однако судьба распорядилась иначе. Испытать себя в профессии Нади так и не пришлось, так как уже на третьем курсе она удачно вышла замуж за довольно обеспеченного и перспективного молодого человека. А институт закончила просто потому, что бросать начатое было жалко. Их знакомство с Антоном произошло во время прогулки по солнечной набережной. Теплым майским днем Надя и Света прогуливались у воды и созерцали, как по водной глади, туда-сюда курсируют прогулочные кораблики, когда к ним подошли познакомиться два симпатичных парня – Антон и Юрий. Оказалось, молодые люди между собой тоже дружили с детства, и оба были начинающими, но довольно успешными предпринимателями. У Юрия была своя кофейня, а Антон держал несколько точек автосервиса. Юноша и девушки быстро нашли общий язык, и в тот же вечер сложились две счастливые влюбленные пары. Наде Антон понравился с первого взгляда, и казалось, что они просто созданы друг для друга. Такой внимательный, обходительный. Ни на одно свидание он не пришел с пустыми руками. Сразу же поладил с Надинами родителями, и вообще был просто идеальным во всех отношениях. Поэтому, когда через год парень предложил девушке руку и сердце, она с радостью согласилась. У Светы и Юры тоже все складывалось просто замечательно. Поэтому, посовещавшись, они решили сыграть в один день сразу две свадьбы. С того момента у Нади начался новый и, как ей казалось, счастливый период жизни. Дела у Антона шли в гору, доход стабильно рос, и уже совсем скоро из квартиры молодая семья переехала в большой загородный дом в престижном районе. Девушка мечтала, что там совсем скоро будут звенеть детские голоса. Однако, пока Надя доучивалась в институте, с рождением первенца было решено повременить. И ей, и мужу это казалось вполне разумным, особенно глядя на своих друзей, которые обзавелись двойней аккурат через 9 месяцев после свадьбы. Светка не стала брать академический отпуск и просто разрывалась между кричащими от колик младенцами и написанием дипломной работы. Юра был готов оплачивать нянь для малышей, но Света незнакомым людям доверять своих детей не хотела, а вот помощь близких принимала с радостью. Поэтому Надя могла вдоволь нянчиться с пухлыми карапузами. Шло время, а своих детей у Нади и Антона так и не появлялось. Несмотря на то, что учеба в институте была давно позади. Причин откладывать появление наследника у пары больше не было. Жили они вполне себе обеспеченно, да и свободного времени у Нади теперь было больше, чем предостаточно. На работу она так и не вышла. Муж решил, что негоже ей топтаться в каком-нибудь общепите за копейки, если он и так прекрасно зарабатывает. Девушка спорить не стала, ведь думала, что вот-вот, наконец, станет мамой и все свое время посвятит долгожданному малышу. Но беременность почему-то так и не наступала. Когда после года попыток зачать тест на беременность так и не заполосатился, Нади решила обратиться к врачам. Она прошла довольно серьезное обследование, сдала кучу анализов, но ни местные, ни столичные скулапы, никаких отклонений в организме молодой женщины не нашли. Сказали, что абсолютно здорова и посоветовали провериться супругу. Дорогие зрители, сейчас важное объявление. В связи с возможной блокировкой YouTube или значительным его замедлением просим подписаться на наш телеграм-канал, чтобы не потерять возможность слушать полюбившиеся вами увлекательные истории из жизни. Ссылка на телеграм-канал будет в закрепленном комментарии и описании под видео. Антон сдавать анализы не стал. Сослался на вечную занятость, да и вообще посчитал это глупостью. Но не может быть, чтобы у такого мужественного красавчика были какие-то проблемы со здоровьем. Надя пыталась убедить, объясняя, что, может быть, все дело просто в несовместимости, и тогда они могли бы попытаться зачать ребенка с помощью ЭКО, но муж и слышать об этом не хотел. Поэтому решил и дальше пытаться обзавестись наследником, естественным путем заверяя жену, что скоро обязательно все получится. Однако ни в ближайшее время, ни спустя 15 лет брака, так ничего и не получилось. Света с Юркой, со своими дочерями, уже вовсю переживали трудности подросткового возраста, а у Нади только и радости было, что пообщаться с этими бойкими девчонками. Малышки Аня и Таня выросли на ее руках с пеленок, и она души в них не чаяла. Близняшки воспринимали ее скорее как свою, а не мамину подругу. Поэтому Наде легко удавалось найти с ними общий язык в этот непростой пубертатный период. Света, глядя, как Надя возится с ее несносными дочками, иногда чуть не плакала от обиды за лучшую подругу. Кажется, что быть матерью – это ее настоящее призвание. А муж уперся и ни в какую не хочет проходить обследование. Друзья много раз пытались убедить Антона пересмотреть свою позицию по этому вопросу. И даже интересовались, может быть, он вообще просто в принципе не хочет детей. Тогда лучше просто честно признаться в этом жене. Но тот лишь злился и резким тоном советовал им не вмешиваться ни в свое дело. Дескать, в семейной жизни они с Надей как-нибудь без советчиков разберутся. После очередного такого неприятного разговора Надя сама попросила Свету и Юру больше не поднимать эту тему. Женщина боялась, что муж попросту запретит ей с ними общаться, а без близняшек и любимых друзей она себе уже жизни не представляла. Юрка на это махнул рукой, бросив, пробурчав, что его друг – настоящий дурак, а Светка заверила подругу, что выполнит ее просьбу. Она видела, что даже много лет спустя а та продолжает смотреть на мужа глазами влюбленной кошки. Как говорится, любовь зла. То это и впрямь не их дело, пусть сами разбираются. Общение с друзьями было тем немногим, чем Надя могла скрасить свое одиночество. Ведь на работу она так и не вышла. Типичный ее день включал в себя уборку, готовку и работу в саду. Антон много раз предлагал нанять домработницу, ведь он не бедняк какой-нибудь и может позволить себе, чтобы жена не пыхтела со шваброй и сковородками. Но Надя категорически отказывалась. Во-первых, она не представляла себе, что в ее доме будет хозяйничать какая-то чужая, незнакомая женщина. А во-вторых, чем ей тогда самой заниматься? Надя любила свой дом и сад, каждый уголочек в них был продуман и обустроен ее руками. Антон купил ей автомобиль, поэтому она могла самостоятельно ездить по магазинам и выискивать необходимые аксессуары или предметы интерьера. Да и за продуктами женщина тоже любила ездить. Особенно после того, как в ее жизни появилось новое увлечение. Выпечка различных тортов. Надя была человеком по складу характера, совершенно домашним, не любила шумные тусовки и большие компании, поэтому неудивительно, что и хобби она себе выбрала подстать. Наткнулась как-то на видео с мастер-классом по изготовлению торта ко дню рождения и решила также попробовать приготовить. Лакомство получилось даже красивее, чем оригинал и невероятно вкусным. Наверное, все-таки сказалось наличие профильного образования и любовь к творчеству. Вдохновившись первым удачным опытом, Надя попробовала снова и снова. Она освоила уйму различных рецептов и украшала свои торты так, что они выглядели настоящим произведением искусства. Вдвоем с Антоном такое количество сладостей было ни за что не съесть, поэтому тортики обычно уходили в подарок родственникам и знакомым. Иногда у Нади случались даже небольшие заказы, но это было довольно редко и брать деньги за свои кондитерские изделия женщина стеснялась. Да и, откровенно говоря, нужды в этом никакой не было. Денег на жизнь Нади, не стремящейся к роскоши, хватало и было даже больше, чем достаточно. Антон ей никогда ни в чем не отказывал. Все-таки, несмотря ни на что, женщина считала, что с мужем ей очень повезло. Близилась очередная годовщина их свадьбы. Надя любила эту дату и с особым трепетом к ней относилась. На протяжении всех лет они всегда отмечали этот день вместе с друзьями, ведь это был и их праздник тоже. 15 лет, конечно, еще не очень много, но не так уж и мало. Как говорится, уже есть что вспомнить. Еще хочется строить множество планов на будущее. Подруги, посовещавшись, решили праздновать юбилей у Нади дома. Так было удобнее всем. В кофейне сейчас был горячий сезон, поэтому Светка и Юрка целый день пропадали на работе, и заниматься приготовлением торжества им было просто некогда. Антон предлагал пойти в ресторан, но Надя вызвалась сама все приготовить. Для нее организовать небольшое застолье было только в радость, тем более, что в блокноте давно томились несколько рецептов, которые ей очень хотелось попробовать воспроизвести. Женщина считала, что 15 лет брака это стеклянная свадьба и уже вовсю мечтала, как приготовить по этому случаю торт с украшениями в виде сердечек-стеклышек из прозрачной карамели. А в основу десерта она решила пустить коржи с орехами и курагой, которые просто обожают Аня и Таня. Они ведь, разумеется, тоже должны присутствовать на этом маленьком семейном торжестве. Но торт это уже в завершение праздника. А перед ним надо же еще что-то и нормального поесть, думала Надя, внося в блокнот список продуктов, которые необходимо купить. «Эскалопы и индейки, салат с рукколой и греческим сыром и белое вино должны хорошо сочетаться и придутся по вкусу всем участникам праздника. Подросткам, естественно, нужно купить отдельные напитки», помечала Надя. Несмотря на то, что девчонки были близняшками, их пищевые предпочтения во многом разнились. Например, Таня любила колу, а Аня всегда выбирала апельсиновый лимонад. Надя была уверена, что бы она не приготовила, гостям все понравится, ведь будут только самые близкие, да и ни разу еще не было такого, чтобы блюда ее подвергались критике. Однако все равно присутствовало небольшое волнение и хотелось сделать все на высшем уровне, чтобы порадовать любимого мужа и друзей. Поэтому в этот раз за продуктами. Она решила отправиться не в супермаркет, а на фермерский рынок. Там для торта можно было найти первоклассные сливки и свежайшую индейку, которая еще вчера бегала по зеленым лугам. К счастью, необходимые продукты быстро нашлись. Довольная, с двумя пакетами в руках, Надя спешила к машине, чтобы поставить их в багажник. По пути она заметила лавку с очень аппетитными фруктами и решила, что не лишним будет прикупить и их. Погрузившись в мысли о том, как красиво она разложит яблоки, абрикосы, клубнику и виноград на праздничном столе. Надя не заметила впереди человека, идущего с большими коробками в руках и на всем ходу врезалась прямо в него. Удар был не сильный, скорее неожиданный, но Надя не удержалась на ногах и шлепнулась прямо на дорогу. При падении она услышала характерный звон и с ужасом поняла, что плакали ее только что купленные сливки. Мужчина, который стал причиной ее падения, на ногах устоял, но стопка коробок, которые он нес, попадала, а вместе с ними разлетелись и сложенные туда овощи. На мгновение Надя окинула взглядом молодого человека. Высокий, крепкий, симпатичный, в общем, довольно хорош собой и совсем не похож на простого грузчика, пронеслось у нее в голове. Но эти мысли мимолетно сменились злостью из-за испорченных покупок, и тут же началась словесная перепалка, в ходе которой каждый из молодых людей винил другого в этом досадном происшествии. Первым сдался мужчина. Сложив огурцы и капусту обратно в коробки, он протянул Наде руку, предложил помочь донести оставшиеся продукты до машины и оплатить то, что по его вине теперь непригодно для употребления. Надю этот жест подкупил, она немного успокоилась. «Вы тоже меня простите за резкость», произнесла она, глядя на незнакомца, «но советую молиться на то, чтобы в молочной лавке еще остались сливки такого же процента жирности, какие мне были необходимы». К сожалению, молиться уже без толку. Спокойно ответил мужчина, «Я видел, что молочная лавка минут десять назад закрылась». Однако, заметив, что от этой новости женщина буквально в лице переменилась, тут же предложил вариант решения проблемы. Он сообщил, что фермер, который держит молочную лавку, его дав незнакомый, наверняка у него в хозяйстве найдется немного сливок, которые ей так необходимы. И тут же, сделав быстрый звонок по телефону, убедился, что это действительно так. «Хотите, поедем вместе?» предложил мужчина, «Тут недалеко. Всего минут сорок езды и заветные сливки будут у вас в кармане. Ну, то есть на столе. Подождите меня секундочку, я только отнесу коробки». Мужчина скрылся, оставив Надю в недоумении стоять посреди тротуара. Она действительно просто опешила от такого поворота событий. С одной стороны, в ней кипела злость. Вот так внезапно, из-за того, что какой-то незнакомец не смотрит, куда идет, ее планы рухнули. Но с другой стороны, еще не поздно все исправить. Время есть, и если согласиться на помощь, то вполне можно успеть купить необходимые сливки и не переделывать запланированное праздничное меню. Женщина только успела сложить пакеты в багажник автомобиля. А незнакомец был уже тут, как тут. Пойдемте, вон моя машина, произнес он, показывая на внедорожник, припаркованный неподалеку. И, видя, что женщина замешкалась, добавил, смеясь, не бойтесь, я не маньяк, я действительно хочу вам помочь, раз уж так вышло. Можно было бы ехать на двух машинах, но боюсь, что ваша там просто застрянет. Мне кажется, что на сегодня с вас недостаточно. Надя еще раз внимательно взглянула на своего собеседника. Да, на маньяка он явно не был похож. Ухоженный, симпатичный, машина совсем не дешевая. Вряд ли ему требуются такие хитрые планы, чтобы завести куда-нибудь девушку. Скорее всего, за таким мачо красотки сами бегают табунами. Подумала она и все-таки решилась на поездку. Минут через 10, когда автомобиль вырулил из города на автомагистраль, мужчина сделал музыку тише и произнес «Раз уж у нас с вами выдалось такое приключение, давайте знакомиться. Меня зовут Андрей». Надежда представилась женщина и в голове промелькнула, что и правда все это можно назвать настоящим приключением. Непонятно, как она вообще решилась на такую авантюру. Ехать к черту на куличке с человеком, которого знала едва ли полчаса. Да еще и зачем? За сливками, которых на полках любого супермаркета пруд-пруди. Вы знаете, мне даже неудобно, что я доставила вам лишние хлопоты. Я сама виновата, смотреть надо было вперед, а не по сторонам. Просто в голове у меня было столько планов, задумалась, вот и врезалась в вас. А сливки и правда очень нужны, произнесла Надя, словно ища оправдания своего безумного поступка. А для чего они вам? Если не секрет, я вот даже и не знаю, куда их можно применить, разве только добавить в кофе. О, их можно добавлять в совершенно различные блюда. Мне они как раз и нужны для праздничного стола. Завтра намечается семейное торжество. Хотела порадовать близких вкусненьким. Не люблю еду из ресторанов. Мне кажется, продукты, приготовленные собственноручно, это своего рода выражение заботы. Домашние котлетки с пюрешками это не просто пища, это любовь, поданная на тарелке. Ваш супруг настоящий счастливчик, скажу я вам. Большинство женщин сейчас не любят варить и жарить, им бы все готовое подавай. Если не повариху дома держать, то хотя бы еду на дом, чтоб привозили. У меня самого такая жена была. У меня большое фермерское хозяйство и, соответственно, жить преимущественно приходится за городом, а там ни бутиков, ни ресторанов. Совсем как она выразилась, тоска зеленая. В общем, оказалось, что не о той жизни она мечтала. Фермерство это не просто деньги, это призвание, надо, чтобы душа лежала. И так ей опостылила эта жизнь в глуши, что нашла себе партию побогаче и укатила в столицу. Даже сын маленький не удержал. Бросила нас с Ванькой уже два года от нее ни слуху, ни духу. Но я не унываю, у меня просто замечательный сынок подрастает. А у вас сколько детей? У нас пока нет, никак не выходит почему-то, но надеюсь, что в скором времени обязательно получится. Грустно улыбнулась Надя. Она и сама не понимала, почему вдруг так разоткровенничалась совершенно чужим человеком. Наверное, именно так проявляется синдром вагонного попутчика, когда вдруг хочется рассказать незнакомцу самые сокровенные вещи. Скорее всего, с этим мужчиной они больше никогда не встретятся. Да и чувствовалось, что человек он положительный, а если ребенка один воспитывает, значит еще и ответственный. За разговорами о жизни Надя не заметила, как машина съехала на грунтовку и заехала в поселок. Действительно, дорога такая, что не на каждой машине проедешь. Населенный пункт находился в глуши и дома в нем были преимущественно маленькие, но некоторые выглядели совсем по-богатому. Видно, что люди, живущие там, вовсе не бедствовали. Скорее, в них и жили те самые владельцы бесконечных полей, которые окружали поселок. Внедорожник остановился у одного из таких особняков и уже через несколько минут в руках у Нади были три большие бутылки свежайших сливок. Только что прямо с фермы привезли специально для вас. На всякий случай взял с запасом, а то мало ли, вдруг по дороге домой еще в кого-нибудь врежетесь. Молодые люди рассмеялись. Наде было очень легко рядом с Андреем, создавалось впечатление, что они знакомы тысячу лет. Время по дороге назад пролетело очень быстро. Они болтали о музыке, любимых артистах и увлечениях. Надя и не заметила, как они вернулись на место, где была припаркована ее машина. Женщина поблагодарила нового знакомого за помощь, а он в ответ протянул визитку и заверил, что все фермеры с этого рынка его хорошие знакомые. И если впредь понадобится приобрести качественные свежие продукты, можно смело звонить, он с радостью поможет. Может быть это прозвучало глупо, ведь в современном мире нет проблем с покупкой продуктов, но Надя Андрею очень понравилось, а он сходу не нашел ни одного хорошего повода, чтобы предложить ей встретиться снова. Вернувшись домой, Надя обнаружила, что Антон еще не вернулся с работы. В последнее время он часто задерживался, говорил, что этого требовал бизнес, который он снова планировал расширять. Надя старалась относиться к этому с пониманием, а сегодня даже обрадовалась, не придется объяснять, где было и почему так поздно вернулась. Антон явно не воспринимет с восторгом историю ее похождений за сливками в машине с чужим мужчиной, поэтому лучше ему обо всем этом просто не знать. Женщина выложила из пакетов продукты и принялась делать заготовки для завтрашнего мероприятия. На следующий день к 6 часам вечера все было готово к празднованию. Надя радовалась, что блюда удались на славу, все-таки она не ошиблась, когда решила сделать выбор в пользу фермерских продуктов. Торт получился просто загляденье, хоть прямо сейчас на выставку гостям он непременно должен понравиться. Помимо праздничного стола, не забыла Надя украсить и себя по такому случаю, завела волосы, сделала легкий макияж и надела обтягивающее платье. Она знала, что Антону нравится такой ее образ. За годы семейной жизни Надина фигура ничуть не изменилась, если бы нелегкие мимические морщинки и несколько серебристых волосков, о существовании которых знала сама женщина. Можно было подумать, что перед мужем все та же девочка-студентка, с которой он когда-то познакомился на набережной. Светка и Юрка и их дети пришли к назначенному времени, как водится, с подарком и огромным букетом роз. Надя тоже приготовила для друзей по случаю стеклянной свадьбы сюрприз в виде набора фужеров из богемского стекла с памятной гравировкой, но хотела вручить им его вместе с Антоном. В конце концов, это их общий праздник. Для всех четверых, значит, получать и дарить подарки нужно всем вместе. «Ты просто настоящая красавица, отлично выглядишь. Так сразу и не скажешь, чья ты подруга моя или моих несносных дочек». Светка чмокнула подругу в щеку. Наша общая, хором затороторили близняшки и принялись обнимать Надю. «А где еще один виновник торжества?» поинтересовался Юрий, оглядываясь по сторонам. Антон, как всегда, задерживался. Мало того, что он утром ушел на работу, даже не поздравив супругу с годовщиной. Так еще и сейчас опаздывает, зная, как для нее важно это мероприятие и как она тщательно к нему готовилась. Прождав добрых минут сорок, Надя решила позвонить мужу, чтобы узнать, как скоро его ждать. С первого раза дозвониться не получилось. «Привет, ты не забыл, что у нас сегодня гости и мы все ждем только тебя?» выпалила она, когда Антон наконец взял трубку. «Я не звонить мне, когда я на работе», послышался раздраженный голос супруга. «Ничего я не забыл, как смогу, так приеду». Последняя надежда на то, что муж задерживается, потому что поехал за цветами для нее или потому что хочет устроить какой-нибудь приятный сюрприз гостям праздника рухнула. Почему-то Наде сразу вспомнился Андрей. Такой обходительный и внимательный мужчина вряд ли бы так поступил с любимой женщиной. Надя почувствовала, как горло подкатывает горький комок и изо всех сил старалась не расплакаться. Чувствуя неладное, Юрка решил взять ситуацию в свои руки и перевести все в шутку. Со словами «Семеро одного не ждут», он открыл бутылку вина и пригласил всех к столу. А то пока дождешься появления друга, можно слюнями и зайти от вида таких аппетитных блюд. «Ой, у тебя только одна еда на уме», упрекнула Светка мужа, толкнув его в бок. «Но ты же меня такими вкусностями не балуешь? С тобой вообще можно с голоду опухнуть. Слава Богу, кофейня выручает», парировал он, накладывая Свете в тарелку салат. Надя смотрела на ворчание друзей и оно показалось ей милым и таким естественным. Вот такая и должна быть настоящая семейная жизнь, когда несмотря на взаимные претензии, сложности в воспитании детей и другие случающиеся проблемы, союз только крепнет. «Таня, а ну положи телефон, сколько раз тебе говорила, не пялиться в него, когда ешь», прикрикнула Светка на одну из дочерей. «А у нее ухажер завелся», хихикнула Аня. «Целыми днями ей смски любовные написывают». «Дура», буркнула Таня на сестру. «Какой еще ухажер?» Юрк от удивления так высоко поднял брови, что казалось, они вот-вот выскочат выше лба. «Давайте дома это обсудим», скомандовала Светка. «Наливайте бокалы, давайте праздновать». Надя, конечно, знала о тайном поклоннике Тани. Она была первой, с кем девочка поделилась своими любовными переживаниями, но, конечно, обещала хранить все в секрете. Правда, предварительно узнав об ухажере всю доступную информацию и убедившись, что никакая опасность влюбленному ребенку не угрожает. Аня наверняка завидует сестре, так как мальчишка выбрал не ее, при том, что выглядят они совершенно одинаково. Надя отметила для себя, что надо непременно провести на эту тему беседу с девочками. Она, хотя и считала, что родители вправе знать о том, с кем общаются их дети, вот так подставлять близняшку было со стороны Ани Некрасиво. Да, легко рассуждать, когда речь идет о чужих детях. Надя слегка приуныла. Подумать только, ведь сегодня 15 лет, как они с Антоном поженились. У них запросто могли быть дети такого же возраста. Но тут же постаралась отогнать эти мысли прочь. В конце концов, они с мужем еще не старые и, возможно, у них все получится. Надо будет выбрать момент, когда Антон будет в хорошем расположении духа и снова намекнуть ему про сдачу анализов, подумала Надя. Из дум в реальность ее вернули восторженные возгласы гостей. Они уже успели добраться до торта и так его нахваливали, что Надя даже засмущалась. Женщина тоже отрезала себе кусочек и, попробовав, поняла, что дифирамбы вполне заслужены. Получилось действительно очень вкусно. Наверное, все дело в хороших сливках, отметила для себя Надя и в мыслях, невольно снова всплыл образ Андрея и его очаровательная улыбка с милыми морщинками возле глаз. Это просто божественно, не просто красиво, но и очень вкусно. Юрка закатил глаза от восторга, смакуя во рту сладкий кусочек. Нашим кондитерам в кофейне до тебя, как до луны пешком. Не хочешь пойти к нам работать? Поставлю тебя в кондитерской старшей, обучишь команду и пусть весь город наслаждается этими шедеврами. Такой талант прятать дома это просто преступление против общественности. Да ну брось ты. Какая из меня старшая? Я никогда не работала, а чему в институте училась уже лет сто позабыла. Да и Антон не хочет, чтобы я выходила на работу. Улыбнулась Надя. А за похвалу спасибо. Я рада, что вам понравилось. Честно признаться, я и сама осталась довольна результатом. В глубине души Наде очень хотелось работать. Порой ей казалось, что впору Настину лезть от одиночества и скуки. Чувствовала себя словно в золотой клетке, но конфликтовать по этому поводу с мужем не решалась. Тем более, что в последнее время он стал каким-то раздражительным. В конце концов, на что и жаловаться. Любая другая ей бы только позавидовала и посчитала, что она просто с жиру бесится. Лучше уж пока продолжать печь тортики дома на радость близким. Торт, приготовленный к юбилею, получился просто огромный и даже когда все вдоволь его наелись, осталось еще достаточно много. Надя отрезала один кусочек мужу, а остальное упаковала и отдала близняшкам. «Пригласите подружек и устроите чаепитие», сказала она, вручая девчонокам коробку со сладким угощением. Когда гости уже прощались на пороге, к дому подъехал Антон. Вопреки ожиданиям, он вышел из машины без цветов и сухо поздоровавшись с друзьями, прошел мимо жены в дом. Надя почувствовала что-то неладное. Проводив гостей, она прошла вслед за мужем и молча встала перед ним, ожидая хоть каких-нибудь объяснений. Антон взял кусок торта, оставленный для него на столе и вальяжно сел на диван в гостиной. Казалось, что он даже не собирался оправдываться. «Мы тебя ждали? Это вообще-то наш общий праздник?» Надя первая нарушила молчание. «А не надо было ждать. Я же сказал, что задерживаюсь. Вообще больше не надо меня ждать, мы разводимся», бросил он, дожевывая торт. Эти слова для Нади прозвучали словно гром среди ясного медленно уходит у нее из-под ног. Чтобы не упасть, женщина присела на стул. «Я люблю другую и не хочу больше это скрывать», продолжал Антон. «Ты скучная, погрязла в этих борщах и тортах, а с ней я снова чувствую себя молодым, понимаешь? Ее и коллегам не стыдно показать, выглядит сочно, современно, грудь, губы, все такое, все как сейчас модно, а ты? Ты просто хорошо готовишь, но тратить свою жизнь рядом с тобой из-за этого я не собираюсь. В конце концов, для этих целей я могу позволить себе нанять кухарку». Надя не нашлась, что на это ответить, ведь муж сам настаивал, чтобы она сидела дома, а теперь ему вдруг стало с ней скучно. Слезы покатились по ее щекам. «Ты не думай, я не подлет совсем, на улицу тебя не выгоню. Из дома, в пределах разумной суммы. Подбирай себе жилье и съезжай, желательно побыстрее. Ах да, машину тоже можешь оставить себе, и это, ну хватит, хватит кукситься. Развод обычное дело, ну не сошлись, подумаешь, не мы первые, не мы последние, а жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на нелюбимого человека». Всю ночь Надя не сомкнула глаз. Слова Антона снова и снова звучали в ее голове, а сердце разрывалось от боли. Она не хотела больше ни минуты находиться рядом с этим человеком, поэтому с утра принялась собирать чемоданы. Женщина понимала, что пребывает в шоковом состоянии и боялась, что подобрать хорошее жилье просто не сможет. Ей было все равно, где она теперь будет жить и не представляла себе даже завтрашний день, не то, что какое-то более отдаленное будущее. Поэтому попросила Светку заняться квартирным вопросом. Надо отдать должное, Светка и Юрка, как и подобает настоящим друзьям, в трудную минуту подставили Наде свое плечо, не задавая лишних вопросов, не читая аннотации, ничего не советуя. Пока женщина приходила в себя, наматывая сопли на кулак, оплакивая свой неудавшийся брак и все, с чем теперь придется расстаться, они подобрали для нее двушку в центре города, с хорошим ремонтом, видом на парк и удобной подземной парковкой. Через месяц все документы с разводом и покупкой жилья были улажены, и Надя переехала в свою новую квартиру, строить счастливое будущее, которое пока показалось ей совсем не радужным. К тому времени плакать Надя уже перестала, хотя и непонятно, что этому больше способствовало. То ли слез больше совсем не осталось, то ли немного отлегло. Во всяком случае, Надя совершенно точно осознала, что жизнь ее не будет прежней. На первое время у женщины были кое-какие сбережения, но Надя осознавала, что они быстро закончатся и надо что-то решать с работой. Предложение Юрки оставалось в силе. Недавно он снова об этом напомнил, понимая, что теперь для подруги это и впрямь может стать хорошим вариантом. Немного поразмыслив, Надя все же решилась устроиться в кофейню, рассчитывая на то, что друзья, которые теперь будут по совместительству и ее начальниками, снисходительно отнесутся к ее неопытности. Может оно и к лучшему, что так все получилось, думала Надя, собираясь утром в кофейню. Ей предстоял первый рабочий день, и она немного волновалась. Накануне женщину представили коллективу, которым ей придется управлять. Девушки выглядели доброжелательными, и ей казалось, что они обязательно сработаются, но все равно было немного боязно. Зато есть веский повод доказать себе, на что способна. Подбадривала она себя. Волновалась Надя напрасно. Довольно быстро она вникла в нюансы работы и уже через неделю выступала на утренней планерке перед руководством со знанием дела, объективной критикой и предложениями по расширению ассортимента кондитерских изделий. И чем глубже Надя погружалась в рабочий процесс, тем больше он ее увлекал, и тем реже она вспоминала об Антоне и доме, где прожила с ним столько лет. Дома в свободное время Надя тоже старалась занять себя чем-нибудь полезным, рисовала эскизы будущих украшений для тортов и даже разработала целую линейку полезных сладостей, которые подойдут для празднования детских и подростковых дней рождения в школе, в садике или просто на семейном празднике. Первыми критиками для нее выступили любимые близняшки. Девчонки помогли сориентироваться в трендах и персонажах мультфильмов, которые нравятся современным детям. И, конечно, прежде чем предложить свои рецепты и модели тортиков руководству, Надя решила предварительно все как следует отрепетировать дома. Она считала, что для детских сладостей необходимо использовать только самые качественные и безопасные ингредиенты. Поэтому в выходной день отправилась на фермерский рынок за молоком, сливками и сливочным маслом. К счастью, нужные продукты оказались в наличии и с полными пакетами Надя спешила к машине, радуясь, что впереди еще почти целый день и она успеет испечь, как минимум три детских тортика на пробу. Почти у самой машины Надя вдруг встала плохо, голова резко закружилась. Женщина выронила пакеты и почувствовала, что вот-вот рухнет на землю, но внезапно ей не дали это сделать чьи-то крепкие руки. «Да что ж вы все время падаете, в этот раз я совершенно ни при чем», произнес Андрей, придерживая Надю. Женщина и сама не понимала, почему ей вдруг стало плохо. Возможно, от переутомления. Стараясь отвлечься от мыслей о разводе, она почти не отдыхала. Видимо, организм совсем исчерпал свои ресурсы. «Спасибо, я в порядке», произнесла Надя, ища в сумочке ключ от машины. Андрей принялся собирать оброненные пакеты, чтобы помочь женщине сложить их в багажник. Он рассказал, что узнал ее издалека и шел поздороваться. И совершенно случайно оказался в нужное время в нужном месте. «Точно все хорошо? Может быть, принести воды?» «Да все нормально. Вода есть в машине, просто переутомилась немного. Сейчас поеду домой, отдохну как следует, и все окончательно наладится», заверила она Андрея. «Ну, как знаете, опять семейное торжество?» Мужчина кивнул головой в сторону сумок с продуктами. «Нет никакого торжества?» «Да и семьи уже тоже», грустно произнесла Надя и, услышав эти слова, произнесенные вслух, почувствовала, как горький комок подкатывает к горлу. Чтобы не разрыдаться прямо перед молодым человеком, она завела машину и поспешила распрощаться. По пути домой позвонила Светка. В этот раз не по работе, а просто по-дружески поболтать. Она снова жаловалась на выходки близняшек и заявила, что совсем скоро терпение ее лопнет и придется прибегнуть к дореволюционным методам воспитания. Ну, и между прочим, поинтересовалась, как дела у Нади, как она проводит свой выходной день и чем сейчас занимается. Надя не хотела раньше времени говорить о своем проекте, связанном с детскими кондитерскими изделиями. Просто рассказала, что ездила на рынок за продуктами и как чуть посреди стоянки не грохнулась в обморок. В телефонной трубке послышалось долгое молчание. Подруга, а ты случайно не беременная? Наконец произнесла Света подозрительным тоном. Надя рассмеялась в ответ, переведя вопрос в шутку. Но сомнения подруги все же удалось посеять. Да, действительно, у нее была задержка, но женщина даже не придала этому значения. После стольких лет неудачных попыток надежды не было никакой, а сбой цикла она списала на сильный стресс, который недавно пришлось пережить. Вероятно, и правда лучше провериться, подумала Надя и припарковала машину у первой попавшейся аптеки. Тест показал две четкие яркие полоски. Женщина вскрикнула от неожиданности и уставилась на него с широко распахнутыми глазами. Надя миллион раз представляла себе этот счастливый момент, а когда он наконец случился, оказалась совершенно к нему не готова. Ее обуяли смешанные чувства радости, тревоги и страха перед будущим. Мечтая о ребенке, она не представляла себя матерью-одиночкой. Но пытаться вернуть бывшего мужа, манипулируя беременностью, ей казалось еще худшей перспективой, чем растить ребенка одной. Надя подошла к зеркалу, повернулась боком, погладила себя по плоскому животу и представила, как совсем скоро он округлится. У нее будет долгожданный малыш, это главное. А все остальные трудности она обязательно преодолеет. О своей беременности Надя решила сильно не распространяться. Сказала только самым близким, ей не хотелось, чтобы Антон узнал об этом. Еще чего доброго явиться к ней после этой новости, а Надя вовсе не горела желанием с ним снова видеться и даже разговаривать по телефону. Внутри все перегорело. Пусть живет счастливо со своей молодой и, как он выразился, интересной подругой. В этом районе города он бывает довольно редко, поэтому риск случайно увидеть Надю беременной или с малышом не так уж велик. А если и случится такое, то и вовсе можно обойтись без объяснений. Светка ее в этом решении не поддержала, считая, что законный отец должен платить алименты. Антон достаточно обеспечен, поэтому с него не убудет. А ребенку от этого только польза. Зачем ущемлять малыша из-за дурацкого чувства гордости? Но Надя была непреклонна, поэтому подруга просто приняла это ее решение. Несмотря на довольно-таки взрослый возраст, беременность Нади протекала без осложнений. Наоборот, она чувствовала невероятный прилив энергии и желания творить, будто в ней сидел не ребенок, а мощная батарейка, с помощью которой хватало сил выдерживать колоссальные нагрузки. Ее проект с детской выпечкой руководство приняло на ура и даже согласилось заключить контракт с новым поставщиком молочной продукции, чтобы тортики и пирожные были только из натуральных ингредиентов. Пробные партии разлетелись моментально. Линейка детских сладостей получилась не просто вкусная и полезная, но и весьма популярная. К такому спросу кофейня оказалась не готова, поэтому пришлось даже увеличивать штат сотрудников. Светка и Юрка нарадоваться не могли тому, что Надя у них работает. Ее фирменные тортики подняли престиж кофейни и в разы увеличили ее финансовые обороты всего за несколько месяцев. За это время женщина усовершенствовала свои рецепты и обучила всем секретам своих подчиненных, поэтому в декретный отпуск пошла с чистой совестью. А чтобы не скучать и не терять навык, иногда брала заказы на дом, как правило те, где требовалось особенно щепетильное оформление или срочность. В то утро ее разбудил Юркин настойчивый звонок по телефону. Обычно Надя вставала раньше, но ночью малыш похоже решил устроить танцевальное представление в ее животе и долго не давал уснуть. Есть срочный заказ на торт мальчишке дошкольнику ко дню рождения, нужен уже к сегодняшнему вечеру, выручай, тараторил друг в трубку. Девчонки в кондитерской просто зашиваются, да и клиент сам не знает чего хочет, а только ты можешь создать такой шедевр, который обязательно понравится кому бы то ни было. Надя, конечно, не могла отказать другу в просьбе и уже через полчаса она творила на кухне очередной, как выразился Юрка, шедевр. Все мальчишки без исключения любят мячи, машинки и компьютерные приставки. Поэтому, чтобы наверняка угодить маленькому имениннику, она решила приготовить торт в виде приоткрытого бокса с игрушками. Повозиться, конечно, пришлось. Пару раз курьер из кофейни довозил ей необходимые ингредиенты, потому что идеи рождались в самом процессе творчества. В итоге Наде и самой очень понравилось то, что у нее получилось. Если будет сын, то на один из дней рождения нужно будет непременно сделать ему такой же, думала она, завязывая ленты на упаковке. Женщина не любила, когда люди опаздывают и сама всегда все исполняла в срок. По ее убеждению, особенно не стоит заставлять ждать людей, у которых такой светлый семейный праздник, как день рождения ребенка. Обычно клиенты просят доставку, но этот заказчик пожелал самостоятельно забрать торт. Надя не увидела в этом ничего особенного. Так тоже, хоть и редко, но случалось. К назначенному времени сладкий подарок был готов, красиво упакован в коробку и ждал своего покупателя. Звонок в домофон раздался ровно в 17 часов. Надя отметила удивительную пунктуальность и отворила дверь. На пороге стоял Андрей. Немая сцена длилась от силы секунды две, но женщине она показалась немыслимо долгой. Мужчина окинул ее взглядом и улыбнулся. Вот эта встреча он первым прервал молчание. Надя улыбнулась в ответ и немного смутилась от неожиданности. Проходите, ваш заказ готов. Надеюсь, вашему сынишке он понравится. Она пригласила гостя войти. Знаете, в нашу последнюю встречу мне показалось, что вы чувствовали себя несчастной, и я даже немного беспокоился, все ли у вас в порядке. Но смотрю, у вас все хорошо. Он, конечно, не мог не заметить заметно округлившийся на один живот. Поздравляю вас с мужем с этим долгожданным событием. «Мы с ним больше не вместе», Надя потупила взгляд. «Но за поздравления, конечно, все равно спасибо». Показалось, что Андрея эти слова даже порадовали. Он переменился в лице, улыбнулся и бодро произнес. «Знаете что? А поехали к нам вместе отмечать Ванькин день рождения», предложил он. «Сейчас он с няней в игровом центре. Мы заказали поздравительную программу, пригласили друзей из детского сада, малыши уже вдоволь навеселились, пора и по домам. Вечером мы с Ванькой вдвоем планировали зажечь свечи, загадать желание, съесть ваш замечательный торт и опробовать подарок, который я для него приготовил. Ну Надя растерялась. Было немного странным получить такое предложение. Каждая ее встреча с Андреем была словно предзнаменованием крутых жизненных перемен. Но он ей откровенно нравился, да и немного развеяться, подышать деревенским воздухом и получить порцию позитивных эмоций будущей маме не помешало бы. «Собирайтесь, я жду вас в машине», произнес Андрей тоном не принимающим возражений. И уже через 10 минут они ехали по шоссе в сторону поселка, где при первой встрече покупали сливки. Дом, в котором жил Андрей с сыном, был больше, чем Надя себе представляла. Он был выполнен в стиле шале и сочетал в себе прелесть деревенской простоты и современных решений. Двор был засажен газоном и цветущими многолетниками, которые красовались в клумбах, оформленных бутовыми камнями. А в некоторых местах сада красовались большие керамические вазоны с ампельными растениями. Пройдя вглубь двора, Надя увидела детскую площадку с качелями, на которых катался светловолосый малыш. Рядом с ним стояла невысокая худенькая женщина средних лет, няня мальчика. Обычно Андрей обходился в воспитании мальчика без посторонних, но иногда, когда требовали обстоятельства, он прибегал к помощи соседки, бывшей учительницы, которая подрабатывала няней. Увидев Андрея, Ванька спрыгнул с качелей и бросился навстречу к отцу с радостными возгласами. Отец подхватил мальчика на руки и закружил в воздухе. Кто сегодня самый главный виновник торжества? И кого ждет просто супер подарок от папы? Смеясь, произнес Андрей, опуская ребенка на землю. Ты подаришь мне маму сестричку? Восторженно произнес малыш, глядя на Надю, которая стояла рядом, умиляясь трогательной семейной сценой и представился. Меня зовут Ваня. От услышанных слов Надя немного растерялась. Меня зовут Надя, я испекла самый вкусный торт для самого лучшего мальчика, произнесла она. Пойдемте скорее пить чай, Андрей спас ситуацию. Он поблагодарил няню и отпустил ее, после чего все вместе отправились домой. Внутри было просторно и уютно. Надя отметила для себя, что кое в чем не хватает женской руки и милых сердцу мелочей, но в целом очень даже неплохо для жилища отца одиночки. Ваньке торт очень понравился, настолько, что ему было даже жалко втыкать в него свечи и резать ножом, но в итоге вкус угощения его поразил ничуть не меньше и в один момент он слупил добрых два куска. Вы настоящая волшебница. Андрей тоже с удовольствием уплетал за обе щеки. Торт безумно красивый и этого одного уже достаточно, чтобы привести в восторг, но он еще и невероятно вкусный. Честно, я такой вкуснотищи еще в жизни не пробовал. Как объяснить, что из простых ингредиентов можно содворить настоящий шедевр кулинарного искусства? Признавайтесь, вы колдуете? Надя улыбнулась. Если бы она могла колдовать, то уж точно не тратила бы свой волшебный дар на изготовление кулинарных изделий. Она бы давно сотворила себе счастливую семью, любящего мужа, пару-тройку детей и дом, полную чашу. Но увы, жизнь в реале гораздо прозаичнее, хотя ей, конечно, было приятно слышать похвалу за свою стряпню. Она не знала, кому достанется этот тортик, но все равно вложила в его создание всю душу, как и всегда, при выполнении своей работы. После чаепития все отправились снова на улицу, где именинника уже ждал подарок. Детский электромобиль. Ванька светился от счастья. Он очень быстро усвоил, как им управлять, и уже через несколько минут рассекал на своем транспорте по всему двору. Надя и Андрей с улыбкой наблюдали за ребенком, сидя на садовой скамье. Впервые за долгое время женщина почувствовала умиротворение. Ей было так легко рядом с Андреем и его сыном, словно они знали друг друга уже целую вечность. Даже разговоры с этим мужчиной складывались так, будто они всю жизнь были знакомы и просто ненадолго расстались. Надя отметила, что такой душевной близости она не испытывала даже с бывшим мужем. Уже стало темнеть и немного похолодало. Андрей накинул на ее плечи плед и слегка прижал к себе. «Это самый лучший вечер в моей жизни», подумала Надя и положила голову ему на плечо. Идиллию разрушил внезапный звон и детский виск, перешедший в громкий плач. Взрослые со всех ног бросились в тот конец сада, откуда доносился крик. Оказалось, что Ванька, разогнавшись, слишком сильно врезался в керамический вазон с цветами. Малыш сидел на земле, держался за окровавленную ногу, а рядом валялись разбитые черепки. «Наверное, придется наложить швы», обеспокоенно произнесла Надя, осматривая рану. Ей уже доводилось переживать подобную ситуацию с одной из близняшек. Однажды, примерно в таком же детсадовском возрасте, Таня пыталась удрать от сестры через забор, но сделать это предательски помешал гвоздь, вонзившись в руку и довольно прилично ее распоров. «Едем в больницу». По дороге в клинику Андрей старался подбадривать сына, уверяя, что шрамы только украшают мужчину. И вообще каждый водитель должен совершить маленькое дорожно-транспортное происшествие, чтобы осознать, что впредь за рулем нужно быть аккуратнее и даже маломальское отвлечение внимания от управления может привести к серьезным последствиям. Но Ванька и так держался молодцом. Он сидел рядом с Надей на заднем сиденье, крепко обняв ее за живот, закусив губу и изо всех сил стараясь не реветь. Женщина гладила мальчика по голове. В такие минуты малышу важно, что кто-то просто поддерживает и разделяет его боль. Он и сам понял, что винить в произошедшем кроме себя некого. «Ну, вперед, сынок», похлопал Андрей мальчика по плечу. «Сейчас дядя врач тебя подлечит. Придется еще немного потерпеть. Обещаю, что если стойко вытерпишь все процедуры, то самое заветное желание, которое ты сегодня загадал, точно сбудется». В ответ на это малыш молча кивнул, шмыгнув носом. «Пока ждали Ваньку в больничном коридоре?» Надя место себе не находила. Она знала этого мальчика всего несколько часов, а волновалась за него, как за родного. Поэтому Андрею в дополнение к переживаниям за сына, пришлось волноваться еще и за нее. Вот так приключение вышло. Пригласил называться беременную женщину получить позитивные эмоции. Ждать пришлось всего минут пятнадцать, но Наде они показались просто вечностью. Только когда дверь кабинета открылась и медсестра пригласила забрать ребенка, женщина облегченно вздохнула. Слава Богу, все прошло хорошо. «Папа, я все вытерпел, правда-правда, даже не пикнул, вот спроси у доктора». «Теперь мое желание сбудется?» произнес малыш, сидя у отца на руках. «Обязательно сбудется», заверил отец. «Ура!» мальчик обнял его за шею. Все трое выходили из больницы с чувством облегчения, что самое страшное уже позади. «Я, наверное, вызову такси», предложила Надя. «Езжайте домой, уже поздно». Ребенок и так намучился. «Ничего я не намучился и спать не хочу», возразил мальчишка. «Вот видите, с ним все в порядке. Мы сами доставим вас до дома», сказал Андрей. Но едва машина проехала метров сто, Ванька уже спал крепким сном. «Еще раз с днем рождения тебя, маленький ангел», тихо прошептала Надя и чмокнула его светлую макушку. Ночной двор многоэтажки был уже безлюден. Андрей припарковался у подъезда и помог Наде выйти из машины. «Спасибо вам за этот вечер», произнесла она. «Вы удивительная правда. Это вам огромное спасибо. Я не знаю, что бы я заставил вас волноваться. В вашем положении это недопустимо». Андрей взял ее руку и прикоснулся к ней губами. «И давай уже наконец перейдем на ты», засмеялась Надя. После всего, что они вместе уже успели пережить, выкать и впрямь было как-то глупо. Вернувшись в свою пустую квартиру, Надя почувствовала странное ощущение, что уже начала скучать по этой милой парочке отца и сына. Утром, когда она варила себе кофе, в домофон позвонили. Курьер принес большую корзину с белыми розами от Андрея. Надя и забыла уже, как это, принимать ухаживание от мужчин. С самой юности она была предана мужу, а тот не был склонен к романтике и цветы дарил лишь по особо важным случаям. Наверное, стоило пройти через те ужасные эмоции, которые она испытывала во время развода, чтобы вновь почувствовать себя живой, прекрасной, интересной женщиной, которая может нравиться мужчине. Надя решила не отталкивать от себя Андрея. Он ей не только нравился, но и дарил невероятное ощущение близкого и родного по духу человека. Мужчину не испугало то, что она ждет ребенка от другого, значит настроен серьезно, значит ему нужна не просто какая-нибудь женщина для утех и работы по дому, а именно она. Со всеми своими достоинствами и недостатками ей импонировала его забота о маленьком сынишке, не каждый мужчина решится тянуть такую ответственность в одиночку. Не отказался, не струсил, значит на него можно положиться. У Нади пока хоть и не было детей, но опыта возни с близняшками было предостаточно, так что она в полной мере представляла, как это порой бывает непросто. Кроме того, Ванька тоже ей сразу показался не чужим человеком. Когда-то давно в своих мечтах она примерно так и представляла своего сына, смешным и храбрым, маленьким сорванцом, похожим на ангела. Целыми днями Надя и Андрей созванивались, переписывались и обменивались фотографиями в мессенджеры о том, кто, как проводит свой рабочий день. Мужчина присылал снимки со своих овощных полей, а Надя кадры, сделанные воинцетворение очередного кулинарного шедевра на заказ. «Нам снова без тебя не обойтись», произнес Андрей во время очередного видеозвонка. В этот раз он звонил вместе с сыном. «Срочно нужна профессиональная поддержка и крепкое женское плечо для придания храбрости будущему мужчине». «Завтра мы едем снимать швы», пояснил Ванька. Надя, конечно, не могла им в этом отказать. На следующий день они тем же составом «Больно», спросил малыш, заглядывая женщине в глаза. «Нет, в этот раз больно совсем не будет», успокоила его Надя. «То есть не нужно терпеть и загадывать желания тоже уже нельзя? Мое прежнее желание так и не сбылось». «Желания можно и нужно загадывать всегда, но учти, что они не всегда сбываются сразу. Иногда нужно время, чтобы мечты воплотились в реальность. Ступай и ничего не бойся». Надя чмокнула «Ну что, нога у Ваньки как новая, предлагаю это дело как следует отметить», произнес Андрей, когда после всех процедур все трое вышли из больницы. «Есть у меня на примете одна замечательная кофейня», засмеялась Надя. «Впрочем, ты и сам с ней уже неплохо знаком». Появлению Нади в компании мужчины и ребенка несколько удивились сотрудники заведения, где она работала. Коллектив к ней довольно хорошо относился, но привыкли считать одинокой разведенкой с тяжелой судьбой и никак не ожидали увидеть в компании такого красавчика, который, по всей видимости, был далеко не из бедных. Что ни говори, но не каждой молодой девушке так повезет, не то, что женщине, которой уже глубоко за 30 и которая находится на сносях. Переполох и шушуканье среди сотрудников услышала Светка и вышла из кабинета посмотреть, что происходит. Чаще всего она вела бухгалтерские дела но иногда для контроля захаживала и в заведение. При виде начальницы кондитеры замолчали и на недоуменное Светкино выражение лица кивнули в сторону зала для гостей. У Светки буквально чуть не отпала челюсть при виде лучшей подруги в компании мужчины и, конечно, не смогла удержаться, чтобы не подойти. Она взяла порцию шоколадного мороженого со сливочной карамелью и отправилась к столику. «Добрый день. Это подарок вашему малышу от нашей кофейни. Надеюсь, вам у нас достаточно уютно?» Она поставила мороженое рядом с Ванькой и вопросительно вскинула брови, уставившись на Надю. «Ой, спасибо, мое любимое, шоколадное!» Мальчишка принялся уплетать холодный десерт. «Спасибо, у вас самые вкусные сладости и сотрудники тоже просто замечательные», улыбнулся Андрей, перекинув взгляд на свою спутницу. «Андрей, познакомься, это моя лучшая подруга Светлана, хозяйка кофейни. Света, это Андрей, а это Ваня». Надя представила друг другу присутствующих. Света присела к ним за столик и как-то сам с собой завязался разговор. Чуть позже к ним присоединился и Юра, а за ним и девчонки-близняшки, так что к концу вечера компания сплотилась настолько, что расходиться не хотелось. Хотела тебя отругать, что ты бездумно доверяешь первому встречному, но похоже он действительно классный парень, тараторила Светка по телефону, когда уже все разошлись по домам. Девчонки-кондитеры сказали, что он наш клиент, приходил заказывать сыну торт, вы тогда и познакомились? Гораздо раньше, ответила Надя и рассказала подруге о поездке за сливками для торта, который она опекла на годовщину свадьбы. Ну ты даешь, такая тихоня, а вон чего отчебучила, но я рада за тебя, дорогая. И если ты еще не решилась, то и думать нечего, по всему видно, хороший мужик, надо брать. Юрка тоже его заценил, говорит, работящий имеет крепкий бизнес, и ребенок готовый при нем, а ты всегда хотела большую семью. Надя рада была, что друзья ее поддержали, Андреем и Ванькой почти каждый день. Иногда вместе заезжали за мальчишкой в детский сад, а потом гуляли в парке, ходили в кино или просто играли дома в настольные игры. С каждым днем расставаться даже ненадолго было сложнее, и однажды вечером Андрей пригласил Надю переехать к нему. Женщина, не раздумывая, согласилась. Она и сама уже не могла без Андрея и Вани. За короткое время так успела к ним привязаться, что даже день разлуки казался ей вечностью. К тому же через пару недель малыш должен был появиться на свет. Поэтому с выпечкой тортов на дому пора было временно завязывать и спокойно готовиться к родам. Переезд запланировали на ближайшую субботу. В этот день было решено заодно пригласить Свету, Юру и их детей, чтобы отметить это событие. Накануне вечером Надя складывала в коробки последние вещи, когда в дверь постучали. Наверное, кто-то из соседей, иначе бы звонили в домофон, подумала женщина и, не задумываясь, открыла дверь. На пороге стоял Антон. Что ты здесь делаешь? Надя опешила, она никак не ожидала увидеть у себя дома бывшего мужа. Антон, увидев ее живот, тоже не сразу нашелся, что сказать. Он знал, что Надя ни за что не пойдет с ним на разговор, поэтому не стал звонить в домофон, а проник в подъезд вместе с другими жильцами. Однако к такому повороту событий Антон явно был не готов. Было видно, что он никак не ожидал, что Надя окажется в положении. «Я просто хотел сказать, что все понял. Я не могу больше с ней, я ошибался. Хочу, чтобы ты вернулась, поехали домой. Еще же не поздно все вернуть. Это мой ребенок?» Антон начал загибать пальцы, пытаясь быстро посчитать, может ли бывшая супруга быть беременной от него. «Это мой ребенок», послышался голос сзади. Антон обернулся, на пороге стоял Андрей. Надя, широко распахнув глаза, молча смотрела на эту сцену. От неожиданного появления этих двоих женщина была не в силах произнести ни слова. «В смысле твой ребенок? Ты вообще кто такой?» Антон сурово покосился на собеседника. В квартиру вбежал Ванька и прижался к Наде. Было ясно, что здесь не место для мужских выяснений отношений, поэтому Андрей предложил Антону продолжить разговор на улице без присутствия беременной женщины и ребенка. Мужчины вышли, а Надя просто места себе не находила и нервно вышагивала по комнате, держась за живот. Нет, насколько хорошо она знала своего бывшего и нынешнего мужчин, до мордобития должно не дойти. Оба они довольно хорошо воспитаны и не склонны к такому импульсивному поведению. Но с другой стороны, и ситуация не совсем рядовая. Не каждый день им приходилось делить женщину и еще неродившегося ребенка. Поэтому пойди знай, до чего они могут договориться. Ванька, вы как тут оказались? спросила она, садясь рядом с мальчишкой, который уже успел найти в холодильнике пирожное и уплетал его, сидя за кухонным столом. Ты же нам вчера сама ключи дала, напомнил он. Мы с папой подумали, а чего ждать завтрашнего дня? Заберем тебя домой сегодня, а завтра вещи перевезем. Надя и впрямь совсем забыла, что дала Андрею запасной комплект ключей, чтобы было удобнее перевозить вещи. Она была рада, что он так неожиданно, но так вовремя оказался сегодня здесь у нее дома. Нет, Надя не собиралась возвращаться к бывшему мужу, но все же его появление внесло в ее душу толику сомнения и одновременно колыхнуло неприятные воспоминания о прошлой жизни. Не волнуйся, он все понял и больше не будет тебя беспокоить, сказал Андрей, когда зашел в квартиру и Надя, увидев, что на нем нет следов драки, с облегчением выдохнула. Мужчина увидел, что его любимая находится в каком-то ступоре, забеспокоился, все ли с ней в порядке, не сильно ли они ее напугали своими разборками и не навредили ли эти волнения малышу. Надя заверила, что с ней и будущим ребенком все в порядке. Спокойно поговорили, он все понял. Немного придя в себя, Андрей рассказал о том, что происходило на улице. Сказал ему, что ты моя и будущий малыш тоже мой, и назад к нему ты уже не вернешься. Надь, я тебя вообще больше никому и никогда не отдам. А чтобы ты даже не сомневалась в серьезности моих намерений, выходи за меня замуж. Андрей достал из внутреннего кармана пиджака кольцо и протянул его Наде. Ну вот, взял и весь сюрприз испортил, вздохнул мальчишка. На самом деле мы с Ванькой готовились. Мы сегодня вместе выбрали кольцо, а завтра в присутствии гостей хотели тебя попросить стать мне женой, а ему мамой. Но вот прости, эмоции захлестнули и страх тебя потерять наверное тоже. Я согласна, Надя обняла Андрея за шею и крепко поцеловала в губы, не дав договорить. Мое желание исполнилось, Надя будет моей мамой, закричал Ванька. Он подбежал ко взрослым и что из силы распахнул руки, пытаясь обнять сразу двоих. Андрей подхватил сына на руки, и они еще долго стояли так, обнявшись и плача от счастья. Следующий день стал еще более знаменательным в жизни Нади. Вся компания собралась в беседке и приготовилась есть только что приготовленное мясо на углях, когда Андрей и Надя объявили собравшимся о своей помолвке. Света и Юра были искренне рады за свою подругу. Они считали, что она действительно заслужила достойного мужчину и настоящего женского счастья. Близняшки тоже были в восторге от этой новости и сразу же наперебой стали давать советы по выбору свадебного платья. Они были в курсе всех трендов и считали, что точно знают, в каком именно наряде их любимая Надя будет самой красивой невестой в мире. Мои дорогие, как же я рада за вас и я поздравляю вас всех троих с этим решением. Подняв бокал с шампанским, произнесла Света, обращаясь к Наде, Андрею и Ваньке. Момент был настолько трогательный, что ее глаза наполнились слезами счастья. Я желаю вам стать самой лучшей в мире семьей. Пусть пока еще не свадьба, но не грех заранее порепетировать. Горько, весело добавил Юра под звон фужеров. Будущий жених и невеста улыбнулись и слились в поцелуи, а гости принялись вести отсчет. Внезапно Надя почувствовала внутри себя резкий щелчок и то, как что-то теплое хлынуло по ее ногам. Будущий малыш больше не хотел оставаться безучастным, когда вокруг такое происходит, и тоже смело засобирался на выход. Что тут началось? На удивление больше всех паниковали мужчины. Они бегали по двору, не зная куда звонить и за что хвататься, пока Света все не взяла в свои руки. На всякий случай она вызвала для подруги скорую помощь, а все остальные последовали до роддома на своих машинах и ждали в коридоре, когда же малыш появится на свет. Кто счастливый папаша? Наконец из дверей показалась санитарка. Я. Андрей вскочил со стула и бросился ей навстречу. Поздравляю. У вас красавица дочка. Настоящая богатырша вся в вас. Три килограмма восемьсот граммов. С мамочкой тоже все хорошо. Она сейчас отдыхает. Чуть позже можно будет к ним пройти. Ура! У меня родилась сестричка! Ванька забрался к отцу на руки, крепко его обнял и прошептал. Мое второе желание тоже исполнилось. Пап, самое заветное желание и правда исполняется, если сильно в это верить и немножко подождать. субтитры субтитры субтитры